Привет для Гриши, это магазин «Попади в десятку», а это тульский пневматический товарищ по прозвищу «Атаман М2» от компании «А плюс А». Смотрим. Интернет-магазин «Попади в десятку». Ствол и магазин данного аппарата из плотного черного металла, а сам пистолет в основном из пластика хорошего качества. Главная особенность данного «Атамана» в том, что он может стрелять не только за счет баллонов СО2 на 12 граммов, но и за счет ресивера объемом 80 кубических сантиметров. В отличие от своего брата М1, который стреляет только за счет СО2, обзор на который, кстати, есть у нас на канале. Можете глянуть, нажав на кнопочку в углу экрана. Заявлено, что пуля может достигать 130 метров в секунду. Пули тут, кстати, 4,5 миллиметра и магазин месит в себе 20 таких. Так, а теперь я передаю эстафету Грише с другого ракурса. Прием, прием, ты меня услышишь? Алло? А еще раз привет, только с другого ракурса. Сейчас я вам объясню, как зарядить данный аппарат и произвести выстрел. Потому что здесь определенные есть нюансы, которые нужно показать поле крупно. Значит, что? У нас есть магазин. Что нам нужно? Мы берем картриджи для пулей, которые идут в комплекте. Это очень удобная вещь для того, чтобы сохранить свои драгоценные пули, чтобы они никуда не пропали, чтобы они всегда были в целости и сохранности. В картриджи нам нужно вставить пули калибра 4,5. Как это сделать? Смотрите, есть, так назовем, широкое отверстие, а есть более узкое. Так вот, нам нужно широкое. Берем пулю, валанчик. И передом вставляем ее туда. Как она на самом деле вставляется? Я говорил вам вот, что тут в это широкое отверстие. Здесь вот менее. Головкой нужно, валанчиком. Взять головку валанчика и засунуть в менее широкое отверстие в картридже. Вот таким вот образом. И придавить. Наша задача, чтобы головка валанчика была направлена тут в сторону выстрела. Соответственно, магазин вставляется вот таким образом. Значит, головка должна быть вот сюда. Запускаем лифт и отправляем наверх. Все, кнопочки нажали. Подняли фиксатор и все. Картридж готов с пулек выстрелов. Нужно пули вставить в картридже. Заряжаем то количество, которое вам нужно. В данном случае это три у меня. Заправили картриджи. Что мы делаем дальше? Картриджи нужно поместить в магазин. А как это сделать? Мы опускаем пружинку. Вот таким образом. До щелчка. Все, она встала. Нужно поместить теперь картридж в лифт. Почему в лифт? Потому что здесь вот такая технология. Я лично сам это пойду. Моя личная технология называть это лифтом. Вот теперь это лифт. Потому что туда-сюда, туда-сюда углевает. Заправляем. Тинц. Тинц. Все, теперь лифтом нужно поднять наверх. Нажимаем кверху. Все, пружинка взлетела. Все на месте. Отлично. Что дальше? Дальше нужно магазин вставить в наш аппарат. Смотрите, в чем суть. Вот так. Если делать это обычно. Опа. Оружие сопротивляется. Не дает. Почему? Потому что. А потому что ручку. Так это снова я. И быстренько тебе скажу, чтобы ты не пугался. Там под ствольной коробкой торчит ручка. Да, она выглядит слегка инородно. Но ты не забывай, что там только одиночный режим стрельбы. Поэтому она выполняет функцию затвора. Нужно от себя. Опа. До щелчка. Все. Теперь орудие готово к принятию магазина. Предохранителя, кстати, там нет. Поэтому для выстрела взведи ручку и выполняй функцию прямого предназначения этого устройства. После выстрела как нам нужно изъять картриджи? Все. Ручку сделали от себя. Достаем магазин. Где они находятся, наши картриджи? Смотрите. Здесь снизу есть специальное отверстие, которое держит крючочек. Но этот крючочек нужно достать. И картриджи выпадают. Собственно, that's all. Приобрести этот аппарат можно у нас на сайте. Сделать это очень просто. Нужно перейти в описание, кликнуть по ссылочке и оформить заказ в один клик. Быстро и удобно. Доставка по всей России. А на этом, собственно, все. Стреляю в свое удовольствие, но не попади в закон. Я Гриша. Магазин, попади в десятку. Чао. Субтитры сделал DimaTorzok